Во имя Отца и Сына, и Святая Терковь молитвенно почитает память Хавиза Царя, из рода которого произошел по плотию Господь наш Иисус Христос, Иосифа Обручника, который был ему дядей, и исполнял служение Отца и других сродников по плоти, потому что Церковь всегда настаивала, и это в символе веер содержится, именно на том, что Господь пришел во плоти. И это действительно очень важно, потому что, ну, еще в далекой древности людям это было как-то трудно согласовать с их обычными представлениями, которые диктуются, конечно, искаженным грехом сознанием. И поэтому мысль о том, что Бог имеет человеческую плоть, она действительно, как однажды апостол Павел написал, для эллинов соблазн, а для иудеев безумие просто. Потому что сам Господь повелел иудеям, чтобы они не впали в язычество, вообще даже не изображать и не пытаться чего-то божественного. Хотя были исключения, вот, Скиния была украшена херувимами, которые есть небесные силы, например, и так далее. Но, тем не менее, потому что язычники и глубокой древности, и не такой глубокой, и наши отечественные, они, ну, пытались символически или иногда очень даже близко к изображению человеком изобразить неизобразимое. Ну, и это очень понятно. Зачем это надо? Потому что человеку всегда нужны какие-то зрительные опоры. И потом, я, собственно, никогда этот вопрос не обдумывал, и нигде не удавалось прочесть, почему у человека такая склонность к магизму существует. Но то, что всякий магизм, это всё-таки гораздо проще, чем подлинно религиозная жизнь. Но, тем не менее, почему-то человек думает, что, и это обычный, самый такой среднестатистический человек, что от каких-то там действий, слов, что-то зависит. Даже и в церкви, там, ну, по крайней мере, больше половины людей, и духовенства в том числе, они заражены вот таким магическим сознанием. Отношение к всяким формулам, к словам, к цифрам. Ну, вот, ну, типа вот этого буйного помешательства по поводу ИНН. Некоторые готовы не только рубаху на себе рвать, но и даже с церковью порвать из-за каких-то там цифр. Вот. И это настолько в человеке сильно, что преодолевает, ну, даже вот те ростки христианства, которые успели вырасти за тот небольшой срок, пока человек к церкви приобщился. Вот. Его это все вот такие всякие комбинации цифр, букв, слов, особых молитв. Человек все время ищет каких-то особых молитв. Вот это очень интересно. Вот. И я даже... У меня был случай такой потрясающий. Ну, потом, когда я поделился с людьми такими более уже старыми, тогда я просто еще был молодой, я застал одного священника, прошла литургия, он читает какие-то молитвы. Я говорю, что так долго читаю? Он говорит, я на литургии молитвы, говорит, не успел прочитать. Я говорю, ну как не успел? Ну, не успел, так сказать, ну ладно. Ну, а потом-то тогда, какой это имеет смысл? Вот такое отношение чисто магическое, что надо все вычитать. Как будто от этого что-то изменится вообще во Вселенной. Что кто-то что-то прочитал там или не прочитал. Вообще ничто не меняется. Но само сознание такое магическое, оно очень широко распространено. И трудно сказать, ну, кроме объяснительных, как бесовским каких-то наваждениям, повреждениям ума, больше никак нельзя. Но, тем не менее, вот это существует. Человеку приснится какой-то сон, и он попадает под магию воздействия этого сна. Начинает действовать в зависимости от этого сновидения. Оно для него является более активным, чем учение церкви, мнение святых отцов, каких-то ныне живущих авторитетов и прочее-прочее. Почему так? Такое сильное воздействие. Ну, можно так чисто психологически попробовать объяснить, что это, ну, сновидение, ну, во-первых, всегда оно, если запоминается, потому что 99% снов человек не может запомнить, он просыпается сразу, забывает мгновенно. Но некоторые особенно яркие, и так как они выходят в заряд такой обыденной жизни, а все необычное, запоминается. Представьте себе, вот сейчас в углу бы, там, водородная бомба взорвалась, я думаю, мы бы этого не забыли никогда. Вот. Потому что, ну, необычно, как в углу храма взрывается водородная бомба. Такого еще пока не было. Конечно, мы запомним. И вот такие именно впечатления, впечатления, то есть в душу впечатывается это, и уже остается в памяти, и начинает на человека каким-то образом воздействовать. И, конечно, в силу этого воздействия здравый смысл, ну, какая-то практическая сметка, там, какой-то маленький жизненный опыт, он, конечно, тут пасует, отступает, и не может с человеком вывести его на какой-то такой, ну, более или менее безопасный путь. И вот. И человек попадает под влияние каких-то вот таких совершенно несуществующих каких-то объектов. Ну, и дьявол, конечно, не может этим не пользоваться. А когда человеку пытаются что-то со стороны ну, люди, которые обычно неравнодушны к нему, хотят его как-то остановить в этом, человек не слушает. И самое интересное, что в оправдании своих действий таких абсурдных совершенно он приводит те соображения, которые для него являются авторитетными. Ну, в частности, в священном писании. Например, ну, говорит, ну как, ну вот, вы что, Евангелие не читали? Является во сне Иосифу ангел Господний и говорит, встань, возьми младенца и матереву и бежи в Египет и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матереву ночью и пошел в Египет. Иосиф-то, видел сон и послушался. А если бы он не послушался, Ирод был схватил младенца и погубил, и нашего спасения не было. Вот и я. Все правильно. Кроме одного. Ты-то не Иосиф. Вот в чем дело. И вот, почему человек начинает отождествлять себя с Иосифом, например. Потому что он может отождествлять себя с Робинзоном, Крузо, с Айвенго. Я не знаю, что он там читал, но это, собственно, естественно для всего такого непосредственного восприятия. Детского, можно сказать. В этом нет ничего принципиально худого. Но трезвение все-таки какое-то элементарное должно быть. что одно дело Иосиф, которого церковь прославляет как угодника Божия. Человек праведный. Вы представляете, что это значит еще в Ветхом Завете в этой совершенно жуткой жизни мрачной, где все было заполнено до краев вот этим магизмом, фарисейством, совершенно чудовищным извращением Слова Божия. То есть до такого дойти кошмара, что Мессия пришел и его распяли. То есть ну это это даже не кощунство и не злодейство, это что-то возведенное в куб. Весь этот ужас сконцентрированный. Потому что да, вот в таком месте, где храм Господень, где пророки, где Писание, где подлинное общение с Богом, вот здесь концентрируется ну абсурдная вот такая бессовестность человека. И вот в этой среде человек достигает праведности. То есть то, чего достиг Иосиф, чтобы сподобиться, чтобы быть вблизи Девы Марии определенную часть, так сказать, заказ своей жизни, быть хранителем Бога Младенца, он сподобился этому. Он и человеку так спокойно говорит, вот Иосиф и вот я. Вот Иоанн Кронштадтский, а некоторые говорят, а как же Серафим Царовский? Ну да, а как же Николай Мотовилов, а как? А еще скажи, Дмитрий Иванович Менделеев или Исаак Ньютон? Но ты же не Исаак Ньютон, не Прохоров, понимаешь? Ты дубина Стаироса. И вот эта потеря вот этого сознания своей такой невосприимчивой дубовости и непроходимой дремучести, и неорганизованности, и неразвитости, и пошлости, и греховности, он заслоняет, к сожалению, вот истинное восприятие вещей. Потому что ничего так не искажает вообще картину мира для человека как завышенное восприятие собственной персоны. И этому помогает, конечно, чтобы протрезвиться покаяние прежде всего. То есть вот этот труд над тем, чтобы свою душу очистить. Потому что пока человек не вступил в борьбу со своим грехом конкретным, потому что обычно мы все являемся борцами с грехами других людей. Всегда исповедь начинаем с тех, кто вообще нас окружает, какие плохие люди, и чем они плохи. вот. Но это, так сказать, путь такой неконструктивный. Нам нужно обязательно познать свои грехи. Потому что тогда мы действительно сможем чем-то не только себе, но даже и ближнюю помочь. Потому что вот эта неверная картина мира и восприятие такого неправильного других людей, оно мешает нам в этом нашем общении даже друг с другом. Из-за этого постоянно свары, склоки, там, драки, разводы, войны. Вот. Из-за этого все. Вот человеку что-то вот войдет в голову иногда ну, совершенно несправедливо. Вот. Идет человек о чем-то задумался, смотрит в землю, что-то ему взгрустнулось, а другой встречает, думает, что-то мимо прошел, не поздоровался. На это наверное у него какое-то зло на уме, начинает что-то вспоминать, что 600 лет тому назад было, а этого еще прапрапрапрадеда, это они все такие, и пошло-пошло. А у человека может голова болела, давление повысилось, или кто-то у него умер, вот собака любимая, он расстроился. он совершенно не думал не здороваться, и вообще очень хорошо воспитанный человек, а тут уже какая-то проблема, и целый месяц человек себя грызет, мучает, думает, разговаривает, не разговаривает, а иногда начинает отношения выяснять самым неразумным образом, потом из этого еще какие-то дополнительные сложности, и так далее. Ну, как часто бывает, что даже если какой-то человек никаких поводов для ревности не дает, вообще никаких, у него даже мыслей нет, то тот человек, который эту ревность выказывает, он наталкивает его на эту мысль. Говорит, действительно, что я страдаю невинно, я лучше за дело пострадаю, вот, и это очень, очень часто бывает реализовано, то человек сам некий фантом, который не существует, бредом его сознания распалённое бесами создаёт, он начинает реализовываться, то есть человек сам разрушает, сам из преисподней вызывает вот этих духов разрушения для того, чтобы реализовать свою страсть. Вот, и в этом смысле, конечно, очень хорошо человеку трезветь, трезвение, то есть вот такое замечательное слово трезвение, потому что страсти, они действительно пьянят человека и искажают, ну, как всякому пьяному человеку, у него то двоится, то ему кажется, что он очень умный, то он кажется, что он такой неотразимый дон-жуан, но когда человек выпил, то кажется, что море по колено, ну, и всякие такие абсурдные вещи. В результате человек, так же и страстями другими одержим, не только пьянством, человек погружается вот в эту такую призму, изнутри которой он смотрит на мир, где все переломляется сам негожим и, к сожалению, бывает даже и бесовским образом, потому что дьявол, конечно, он старается всем воспользоваться для того, чтобы нам всячески навредить. И вот вместо того, чтобы понимать и чувствовать координаты собственной личности, Господь нам дал этот замечательный алгоритм. Он говорит, вот даже если все исполните повеленное вам, ну, а мы вообще ничего не исполнили еще. Не то, что все, не то, что что-то, а вообще ничего. Но даже если исполнить ну, предположим, то говорите про себя, что вы рабы негодные есть. Потому что исполнить только что, что должно. Собственно, а что такого? Ничего, то, собственно, и потребно, то и благословлено, то и есть воля Божия. А мы этого не делаем. А требуем себе все время привилегий, отношений, любви и так далее, и так далее. Требовать человек вообще ничего не может. Это вообще положение очень неправильное, потому что Богу угодно, чтобы человек служил, а не требовал себе привилегий. Сама привилегия заключается в том, что тебе дают возможность послужить. Вот это единственное привилегии, что ты можешь пока жив на земле проявить любовь. Вот это тебе дается такая прерогатива, с помощью которой ты можешь достичь божественной жизни, потому что и Бог есть любовь. То есть если ты сможешь таким образом устроить свое сердце, то замечательно. Вот тебе дается такая возможность. А мы нет, мы все от людей ждем, выжимаем, обижаемся, негодуем, лицемерим, грешим, ищем всяких замен, суррогатов и так далее. Вместо того, чтобы пока время есть, силы, все время стараться делу любви и ее возрастанию в сердце послужить. Но конечно это требует подвига, самоотречения. Мы люди все грешные, у нас все это извращено, любовь только на себя. И поэтому чтобы хоть как-то иметь какое-то успокоение в той лжи, в которой мы пребываем, вынуждены прибегать ко всяким демагогическим приемам себя оправдывать. Свои поступки нехорошие ответом на нехорошие поступки другие. кого-то если кто-то ворует и мы в этом участвуем, то значит вроде мы как бы не виноваты или не очень там виноваты и так далее. Ну это же не так. Поэтому очень важно нам понимать ту ситуацию духовную, а лучше сказать греховную, ну в данном случае совпадает в которой мы находимся. Тогда если человек понимает, что он заблудился, он по крайней мере не будет метаться и идти куда попало, потому что можно зайти еще хуже. Всегда если заблудился, лучше вообще быть на месте, не колесить. Тогда вероятность того, что тебя найдут, она сильно увеличится. А если ты будешь все время бегать метаться, то скорее всего мимо тебя пройдут. Потому что будут прочесывать квадратами какими-то так сказать. Если ты будешь суетиться, то чтобы тебя нашли, тогда будет меньше шансов. Всегда движущийся объект в каком-то там лесу трудно обнаружить, потому что вероятность то, что два движущих пересекутся в какой-то точке, она меньше. И вот конечно все эти такие как бы разумные доводы существуют и когда нам их сообщат мы их так принимаем, соглашаемся, но когда это касается нас непосредственно, мы забываем абсолютно. Почему? Потому что мы одержимы страстями. И они нам полностью меняют это восприятие, когда касается нас. И вот нам очень важно иметь такое стремление к этой трезвенности. Для того, чтобы себя все время возвращать к подлому пониманию ситуации. Как бы все время вставать на землю. Не мечтать о себе, не думать о себе высоко. Никогда будучи никем не мнить себя всем. Никогда даже не играть в это представление. Потому что даже такой очень распространенный вид прелести прелесть мнения. Потому что человек попадает в это и в силу того, что ну конечно это наша такая ограниченная все-таки но все-таки разумность это дар Божий и человек с помощью разума этой могущественной силы души он может вообще до края вселенной растираться улетать и в микромир даже проникать вот такая дана возможность и в силу этого конечно гордость она тут рядом особенно если обладание чем-то весьма малым вот посмотрим на детей которые очень искренне такие существа а у меня что есть вот а что у тебя есть ну рваный фантик от прошлогодней конфетки вот а для него уже это такая какая-то драгоценность и он уже считает что у него есть колоссальные преимущества перед другим потому что вот у него нет а у меня есть вот и человек кичится часто даже тем ну что фантик это же не ты его изготовил на целлюлезно-бумажном комбинате не ты его раскрасил не ты там рисунок придумал не ты купил не ты на эти деньги заработал даже бывает не ты съел тогда чем и вот все равно потому что причина-то не фантики а причина в гордости которая внутри что человек жаждет преимущества жаждет он все хочет иметь даже то чего он совершенно не достоин вместо того чтобы благодарить за то что Господь дал сверх того нет это человек никогда не ценит вообще то что он есть и то что у него есть что Господь дал ему на время никогда вот такая черная неблагодатность вот а мнение весьма и весьма вот как же Иосифу там приснилось и мне вот как же Сергию Радоническому явилось и мне ну как можно сравнить ну это за все тысячи лет в христианской истории святой номер один не просто святой а вот первый из святых и ты ну выбери там кого-нибудь поменьше какого-нибудь Вологодского ну прям тебе надо Сергия Радоническому так вселенского масштаба вот а почему ты на Сергия наткнулся да не потому что ты так что-то а по невежеству ты просто еще не знаешь какие в Костроме какие в Вологде какие в Архангельске какие в Сибири по темноте по неразвитости потому что книжек мало читал потому что это так сказать и мечах-то повторяется вот ты наткнулся а не потому что ты там способен оценить вообще масштаб этого человека и его подвига даже и в этом-то даже проявляется наше такое скудаумие вот но тем не менее и вот поэтому если бы нам бы так суметь было бы весьма полезно потому что часто бывает и мы конечно призваны к тому чтобы вести христоподражательную жизнь и действительно нужно нам вот этот образ Христа в себе носить и свою жизнь изменять но не надо мнить что для нас это возможно именно для нас вот с нашими человеческими силами все что человек может совершить доброго исключительно только по благодати Божией потому что если Бог удаст то человек может сделать по его милости никогда ни один святой человек когда достигал благодати Божией он никогда не приписывал себе того что сделал Бог даже сам Господь будучи первоучителем христианским он так и говорил исцеленным поди и скажи что сделал тебе Господь хотя он Господь но он не делал поди расскажи что я тебе сделал потому что но это просто неприлично даже Сын Божий Творец Вселенной им же вся Быша он не дерзал перед Отцом Небесным заявлять что это он а первоисточником называл Отца Небесным хотя это именно он потому что он и Отец это одно а мы и Отец это не одно и так конечно и в нас есть благодать Божия и мы сегодня причастились святых Таих Христов всех поздравляют все души и в нас действует благодать Божия благодать крещения святаго причащения и на молитве мы приобщаемся благодати Божией для этого собственно приходим но мера это конечно отнюдь не такова которая была мерой святых угодников Божиих достигли близости Бога поэтому нам нужно тоже об этом всегда помнить мы конечно и со святыми братьев во Христе но это сейчас а еще неизвестно что будет в результате нашей жизни сейчас да по милости Божьей Господь дает нам нечто чего ни один из нас не достоин вем Господи яку недостойне причащаюсь и суд себе ям и пи да мы это знаем вместе с Василием Великим вот сейчас да а вот что будет потом в паке бытии мы не знаем какого быть суд Божий можем надеяться можем веровать можем просить но результат нам неизвестно поэтому надо благодарить Бога что нам дает вот и эту возможность на вся несмотря на все наше прегрешение и быть очень такого себе мнения не то что невысокого стараться достигать такого устроения чтобы думать о себе что я хуже всякой твари не только хуже всякого человека а хуже всякой твари вообще любого творения Божия вот и это будет правильно в духовном плане это и так вот это есть максимальное презвение которое может достичь человек а если мы хоть кого-то осуждаем или упаси нас от этого Господа на себя пример чужую так сказать рубашку то это конечно и неверно и несправедливо и греховно и выглядит весьма неприглядно вот поэтому наш удел должен быть удел смирения и отсутствие поиска чего-то себе как апостол сказал любовь она не ищет своего нам нужно стараться вот этот обычный навык нашей обычной жизни всегда себе какую-то выгоду искать либо материальную либо душевную то надо от этого абстрагироваться отходить как вот в молитвах сказано в некоторых отгребаться то есть это сюда как несет по течению надо грести как вот как от опасных рифов в этом помоги нам Господи вот в отчет что в что такое что вы дел отчет вы что у что что вы что вы знаете вы